В прямом эфире информационная служба телеканала Тагил ТВ в студии Ольга Шульга. Здравствуйте! О самых ярких событиях дня прямо сейчас. Семеро соседей одного ждут, а точнее его выселение. Покой за нерадивого жильца потерял весь дом. Что делать, если сосед водит в квартиру бомжей и устраивает пожары? И воцарился мир. Урал Севергаз отозвал иски, которые ранее подал на Тагил Энерго. Ромка дело обсуждали сегодня в администрации города. Вдох глубокий, руки шире. Открытое занятие проводит Центр по работе с ветеранами. Как на пенсии быть здоровым и пластичным? Дотацию 800 миллионов для Нижнего Тагила попросил губернатор Свердловской области у президента. Накануне Владимир Путин провел совещание по социальным проблемам моногородов. В нем принял участие и Евгений Кувышев. Глава Среднего Урала отметил, что с 2010 года господдержка уже была оказана трем городам. Азбест, Каменск-Уральский и Нижний Тагил. Общий объем инвестиций составил больше 4 миллиардов. Программу надо продолжать, уверен Евгений Кувышев. В частности, в Нижнем Тагиле проблемным остается вопрос реконструкции верхневыйского гидроузла, обеспечивающего питьевое водоснабжение. Проект будет готов к концу 2012 года. Уже на 2013 область выйдет с ходатайством адаптации для реализации этого проекта и завершения строительства южного подъезда к городу. Глава Нижнего Тагила Сергей Носов уверен, если Тагил деньги получит, то готов их освоить с высокой отдачей. Я думаю, что особенно в 2013 и тем более в последующих годах Тагил будет готов, во-первых, эффективно их осваивать, с высокой отдачей, что ли, каждого вложенного рубля. Ну и если это финансирование будет обеспечено, дело в том, что это будет большой вклад, наверное, или очень серьезный вклад в изменение ситуации в Тагиле как таковом. в самом городе, потому что инфраструктура изношена до нельзя. И воцарился мир. Урал-Севергаз отозвал иски, которые ранее подал на Тагилэнерго. Кромко дела о задолженности крупнейших ресурсоснабжающих организаций обсуждали сегодня на совещании с главой города Сергеем Носовым. Мы знаем, что у Урал-Севергаза были претензии к Тагилэнерго, так иначе по неуплату. У нас были арестованы счета и снимали с них. Сегодня мы эту проблему сняли, отозваны все иски. Однако полностью вопрос не снят. Счета Тагилэнерго до сих пор арестованы. В ходе совещания были рассмотрены и другие темы. Одна из них – проверка управляющих компаний. Сергей Носов поручил провести анализ работы общедомовых приборов учета. Экономят ли они деньги дагильчан и не идут ли кровно заработанные в карман коммунальщиков. Семеро соседей одного ждут, а точнее его выселение. Покой за нерадивого жильца потерял весь 31-й дом на улице Новострой. То он пожар устроит, то шумную компанию бомжей в дом приведет. В ситуации разбиралась Елена Терехова. Квартира одна, способов попасть сюда масса. Марина пользуется традиционным методом. Ее сосед в жилище проникает весьма нестандартным способом. Ключа у нее нет, он ползает через дырочку. У квартиры номер семь несколько владельцев. Территорию делят условно. Комната один, два и три. Хозяйничает здесь Марина лишь по документам. На деле ни ночи не провела в этих стенах. За неуплату во всей квартире отключена вода и свет. Проживание, естественно, невозможно. И, в общем-то, мы думали, что нам запросто их выпишут. Именно квартира, значит, наша, моя комната в частной собственности, третья в частной собственности, а эта комната, она коммунальная. Когда впервые Марина перешагнула порог этой квартиры, коммунальные блага уже отсутствовали. Решилась приобрести комнату в надежде завладеть целой квартирой. Договорилась с другими жильцами, те дали согласие. Воспротивился лишь один, Владимир Сегин, не в силах покинуть помещение. Идти некуда и денег нет. Так я не работаю, сколько я на ВМЗ работал, с ветерем. Нас оттуда попилали. Живет не один, он живет с подружкой. Сюда ходят бомжи всевозможные, ну, естественно, мухи, тараканы, вони и прочее. Отсутствие света и воды не пугает лишь Владимира Сегина. За влагой ходит на колонку. Костром решает вопрос мрака. Со своими друзьями, рассказывают соседи, прямо в комнате жжет пробки и прочий мусор. Ну, что делать-то? Не вешать. Мне 59 лет. На следующий год, 13-60 лет. Я уже старик. Однажды такая самодеятельность привела к пожару. Перегорели перекрытие. Там балки все прогорели. Ну и сейчас ремонт сделали, как бы за свой счет. Балки никто не поменял. Может, вот сейчас в любое время упасть. Комната Владимира сгорела. Сейчас перебрался в другую. Все равно, говорит, никто не соседствует с ним. У мужчины комната не приватизированы. Жители мечтают о скорейшем выселении источника их несчастья. Обращались в администрацию. Но в ответ, говорят, получали лишь отписки. Люди не отчаиваются. Надежды возлагают на нового главу, чтобы тот помог пристроить Владимира Сегина в социальное заведение. Елена Терехова, Павел Охотников, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Коммунальная авария в центре города. Перекресток улицы Октябрьской революции Циолковского заливает водой. Уже целую неделю, по словам водителей, вода бежит по всей проезжей части. Автомобилисты вынуждены значительно сбавлять скорость перед искусственным водоемом. Администрация Тагил-Сетровского района нам сообщили, прорыв произошел под пешеходным мостом. Там находится водоотвод, идущий с территории НТМК. Причина происшествия устанавливается. Спецтехника выехала на место аварии. Администрация города уже взяла ситуацию под контроль, что поможет разрешить проблему оперативно. Рабочий на НТМК погиб из-за несоблюдения техники безопасности и халатности специалистов цеха. Такой вывод сделала комиссия Ростехнадзора после проверки. Напомним, ЧП на металлургическом комбинате произошло этим летом. Во время проката Швеллера заготовка вышла за пределы раскатного поля и ударила работавшего вблизи вальцовщика. Молодой человек скончался на месте. На грани разлада пути преодоления кризиса в обществе предложат известные политические деятели и режиссеры. Сигеями выступят в столице Урала на форуме «Единство оружия русской победы». Епархия и Метрополия только инициируют этот форум. Но одним из его организаторов является Екатеринбургский отдел отделения Всемирного Русского Народного Собора. Это форум не православных людей. Это просто людей, которые по мировоззрению хотели бы ощутить себя и хотели бы просто услышать, что есть что. Забыли ничего, мы уже не знаем, кто мы такие. Проходить он будет в режиме конференции. С докладами выступят церковные иерархии, писатели, ученые, государственные и общественные деятели. Среди почетных гостей космонавты Валентина Терешкова и Элексей Леонов, кинорежистер Николай Бурляев, губернатор Евгений Кувышев и другие. Форум «Единство оружия русской победы» пройдет 30 октября в Екатеринбурге. Через экран старинного устройства окунуться в прошлое. Первый телевизор, радиоприемники и патефоны достали из коллекции сотрудники одного из магазинов города и устроили ретро-выставку. В мир прошлого окунулись и наши корреспонденты. Комбайн прошлого столетия. Такое название дали телевизору изобретатели. К слову сказать, говорящие. Функцию три в одном вместило в себя старинное устройство. Это телевизор, радиоприемник и проигрыватель пластинки. Можно было послушать пластинки. А это самый раритетный аппарат – черно-белый телевизор КВН. Первые передачи в квартиры жителей Советского Союза проникали именно через него. А вот первый цветной телевизионный ящик. Благодаря трехцветным пленкам, которые вставляли в экран, изображение обрело краски. Люди казались с красными лицами в то время, в желтых ботинках, синих фиджаках. И все радовались такому телевизору. Все кричали «Ура!» У нас цветной телевизор. Собрание таких редких вещей, которые были еще долго до нашего рождения. Сбор такой, что они сохранились. Некоторым по 60 лет. Мне кажется, с телевизором есть. Это очень редко и интересно смотреть. Многие экспонаты, несмотря на почетный возраст, еще работают. Все они из коллекции директора магазина, на базе которого и устроили эту ретро-выставку. Увидеть можно было не только первые телевизоры. Радиоприемники, патефоны показали студентам техникума. Чтобы, говорят, современная молодежь на привычный мир взглянула через экран старинных устройств. Побывать в Венеции или Санкт-Петербурге, не выезжая из города. Перемещение через инструментальную музыку. Юбилейный отчетный концерт дал народный ансамбль скрипачей «Вистайл». О чем плачет скрипка, расскажут наши коллеги со студии подготовки программ «Уралвагонзавода». Юбилейный отчетный концерт народного ансамбля скрипачей «Вистайл» стал событием музыкальной жизни Нижнего Тагила. Я думаю, сегодня многие будут порадованы и восхищены новыми работами, которые приготовили специально к этому праздничному концерту скрипачей этого коллектива. Ансамбль скрипачей Дворца культуры «Уралвагонзавода» сегодня единственный. В Свердловской области – любительский ансамбль струнных инструментов. Он был основан в 1967 году и уже через три года стал лауреатом первого Всероссийского фестиваля творчества трудящихся. В 1985-м ансамблю присвоено звание «Народный коллектив любительского художественного творчества». Это звание исполнители подтверждали не раз, хотя происходит смена поколений. Но 45 лет неизменным остается скрипка, творчество и зрительское браво. Сегодня ансамбль скрипачей носит название «Вистайл» в переводе «Скрепичный стиль». Новую струю внесла руководитель Ольга Носкова. Разнообразие жанров и неординарный подход помогают любому, даже неподготовленному зрителю, понять, о чем плачет и смеется скрипка. Мы сейчас немножко вошли в новый, так скажем, жанр, жанр эстрады. Нам это очень нравится, и у нас здорово все получается, и энергия через край плещет. В этом представлении участвовала помимо ансамбля скрипачей театральный коллектив нашего дворца, балет и цирковой коллектив. В итоге получился спектакль-сюрприз. Световое и мультимедийное сопровождение помогло зрителям перенестись и в Венецию, и в Санкт-Петербург, и в прошлое, и даже в будущее. Мы в восторге в полнейшем. На сцене много наших знакомых, в том числе и наш одноклассник. Для нас это чрезвычайно приятно узнавать, что с нами учится рядом такой талант, что они так потрясающе играют. Мы как бы сами многие из музыкальной школы увидели своих же учителей, и это для нас крайне приятно, видеть их в таком ракурсе. Побывать на таком концерте, ну действительно, это замечательно. Сейчас искусство, оно какое-то затертое, и нет ничего искреннего, нет ничего настоящего. И как-то не вызывает у людей вот это чувство радости, какое-то, что-то светлого, ну какой-то жалости, доброты друг к другу. Почему-то, а вот здесь вот прослушаешь, стоишь и думаешь, нет, не умерла Россия. Не умерла Россия. Все. А вы откуда приехали? Из Питера. Вдох глубокий, руки шире. Открытое занятие проводит Центр по работе с ветеранами. Рассказывает, какие упражнения нужны и важны для людей на пенсии. Все подробности далее. Прогибаемся назад. Раз. Сели на каточки. Два. И три. Упражнение три в одном. Для спины, ног, брюшного пресса. Гимнастика в Центре по работе с ветеранами. Физические нагрузки здесь для тех, кто не хочет сидеть дома даже на пенсии. Причем занятия не только для общего оздоровления. Развивает пластику и грацию. Муж говорит, у тебя походка стала лет 20 скинула. Ты стала такой летящей. Раньше шла шаркала ногами, а сейчас такой летящей походкой бегаешь. Мне даже с тобой неудобно идти. Ведет занятие Светлана Задорина. В прошлом гимнастка и учитель физкультуры со стажем. Комплекс упражнений разработала сама, учитывая возрастную специфику участников группы. Я даю по-разному движения. Упражнения даю на брюшный пресс, на спину, на все группы мышц. Абсолютно на все. И учитывая свой возраст и свое состояние здоровья. У некоторых, видите, шейный носоконтроз, они с шейниками. Они не могут делать упражнения на голову, на поворотах головы не могут делать. Я даю, учитываю это тоже. Занимаются оздоровительной гимнастикой в Центре по работе с ветеранами раз в неделю по часу. Однако сегодня занятие всего 20 минут. Не потому, что большую нагрузку нельзя, а на показательное. Я вообще живой человек по натуре. И решила, что буду ходить. Вот к Татьяне Дмитриевне подошла, говорю, возьмите меня в эту группу здоровья. Ну вот она пригласила меня посмотреть и определиться. Я буду ходить. Открытые занятия в Центре по работе с ветеранами будут идти до конца месяца. Показательные выступления проведут все кружки, после которых пенсионеры могут записаться в понравившиеся. Самые креативные отмечают сегодня свой профессиональный праздник – День рекламного бизнеса. К этой профессии относятся не только рекламщики, но и маркетологи, пиарщики. Как относятся тагильчане к рекламе, узнали и наши корреспонденты. Рекламные ролики иногда нужно бывает. Смотря какая тема. Ну или когда нужно, например, куда-то в это время отлучиться, быстренько что-то сделать. Там помешать суп. Ну необходимо так-то, мне кажется, для расширения покупателей. Я думаю, скорее нужна. Почему? Потому что это все-таки двигатель торговли. Основной закон маркетинга. Ну а что поделать? Реклама нужна. Но я думаю, все-таки ее нужно делать более интересной для населения. И это выгодно в первую очередь для самих производителей товаров. Человек же должен знать, что какой товар появился. Ну в разумных пределах. Да. И главное, чтобы была достоверной. Да, она только время отнимает от передачи всяких. На этом моя часть выпуска завершена. Впереди вас ждут новости спорта с Александром Сальником. Встретимся завтра на канале Тагил ТВ в 2020. До встречи. Третья победа спутника на своем льду в Нижнем Тагиле. Впереди серия выездных матчей. Победы над «Динамо» из Балашихи. Нижнетагильский спутник завершил победную серию домашних игр. Пожалуй, даже самые преданные болельщики в глубине души испытывали сомнение, сможет ли спутник одолеть команду, которая находится в верхней части турнирной таблицы. По словам главного тренера нашей команды Алексея Фетисова, спутник настраивался на сложный и ответственный матч. С первых минут игры обе команды взяли высокий темп и старались прорваться к воротам друг друга при первой же возможности. Но, несмотря на все усилия, почти весь первый период прошел безрезультатно. На 18-й минуте гости из Балашихи открыли счет. Во втором периоде, как только спутник получил численное преимущество, Станислав Тунхузин забил ответную шайбу. А меньше чем через минуту Дмитрий Трусов вывел спутник вперед. Но на 26-й минуте гости сравняли счет. В итоге 2-2. На 53-й минуте спутнику удалось сломить сопротивление «Динамо» и Сергей Грибанов забил в ворота Балашихинской команды третью шайбу. На 59-й минуте тренерский штаб «Динамо» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Это стало роковой ошибкой, считают в пресс-службе спутника. За 43 секунды до финальной сирены Дмитрий Трусов забил победную шайбу. Следующий матч наша команда проведет в Саратове с местным «Кристаллом». Встречей, которая в эти минуты проходит в Саратове, тагильчане начали трехматчевую выездную серию игр. После игры с «Кристаллом» спутнику предстоит встретиться с пензенским «Дизелем» и воронежским «Бураном». О спорте на сегодня все. О самом важном и интересном мире спорта расскажем завтра в это же время. Александр Сальников, Анатолий Тютин, Новости спорта, Тагил ТВ.